Доброе утро! Даже есть музыканты его оркестра, живые, вспоминают это, но и множество других людей, например, Александр Ширвин, который очень помогал нам в рассказах, Евгений Петросян, который работал просто в театре «Утесово» в оркестре, Гена Хазанова работала у него в оркестре «Конференсье», ну и так далее, Капитолин Лазаренко, певица. Очень много людей, ну и не из мира искусства, а соседи по дому, одесситы. Я очень много времени провел в Одессе, был в его дворике, в его доме, и одесситы, конечно, внесли свой колорит неповторимый. Ах, сердце, тебе не хочется покоя! Сердце, как хорошо на свете жить! Сердце, как хорошо, что ты такое! Спасибо, сердце, что ты умеешь так любить! Я сказал, что много людей его знали, но были совершенно разные воспоминания. Одни говорили, что он был Донжуаном, другие, что он был однолюбом. Одни говорили, что он был универсальным музыкантом, а другие говорили, что он даже не знал нот, хотя при этом действительно был универсальным музыкантом и так далее. То есть это такая легенда, которая сейчас уже сложилась за долгие годы, что-то стало глянцевым, что-то потускнело, но из всего этого вместе рождалась вот история. Но как вы думаете, жизнь каждого человека легендарного обрастает легендами? Легендарного легендами? Ну, потому он и легендарный, что о нем слагают легенды, конечно. То есть мы будем следить не только за профессиональной деятельностью, но и, собственно говоря, за личной жизнью. Да нет, там масса историй любви, главной любви его к жене Лени, с которым почти 50 лет вместе прожил. Но и в то же время, как художник, он увлекался, я не буду пересказывать заранее, но там множество любовных перипетий. Ну, возвращаясь к тому, что вы сказали, одни считали его однолюбом, другие донжуаном. Как думаете вы? Я думаю, что... Кем считаете его вы? Я думаю, так, вот мне кажется, что он был, конечно, человек увлекающийся и имел немало романов, но я думаю, что настоящей его любовью, которую он пронес через всю жизнь, все-таки была жена Леночка. Ваша любимая песня Ленина Утесова? Ну, песни, я его обожаю, у меня все эти кассеты, все это у меня дома. Для меня, на мой взгляд, самый главный период творческий Утесова, это, конечно, период войны. Потому что великие песни, которые он пел во время войны, на них выросло целое поколение, и я в том числе. И с этими песнями уходили в бой, и насмерть, увы, и с этими песнями добивались победы, и эти песни пели в день победы 9 мая, и Утесов тоже пел на площадь Свердлова. Мне кажется, что это самый великий период его творчества. Хотя, конечно, для нас интересны все, в том числе его забавные всякие гопса с мыком, и лимончики, и так далее. Но это, конечно, уже так для души, как говорится. А настоящее – это военный вон. Ну, как вы думаете, а сегодняшняя молодежь знает, кто такой Утесов? Вы знаете, очень в этом не уверен, очень. Потому что я даже встречал людей 30-40-летних, не говоря уже о молодежи, которые, в общем, не сразу вспоминали, кто это. Мне это кажется диким, мне это кажется совершенно непонятным, а им непонятно, что я Децла не знаю. Но это естественно. И, может быть, одна из задач – все-таки рассказать им о таком потрясающем явлении нашей жизни. Спасибо, спасибо. Я напомню, что завтра, 21 марта, исполнилось бы 111 лет Леониду Утесову. И вскоре наш канал покажет фильм о Леониде Утесове. Его соавтор Аркадийнин был сегодня в гостях. Пить с вами кофе с удовольствием. Спасибо большое.